Театр «Неформат» Мы обычно ставим под Новый год новогодний капустник Как подарок нашим зрителям В этом году решили порадовать премьеры Чтобы не один раз было Чтобы люди могли пойти И не ожидали такого успеха И такого ажиотажа Нас просто завалили впечатлениями, восторгами И мы очень рады Потому что и сами драйв получили Комедия получилась такая искрометная Веселая, современная При этом вроде про то время И вроде не совсем про то время Клоунада, какой-то фарс И мы подурили что-то на грани капустника И спектакля То есть легкий такой Да, в Новый год мы вошли С таким хорошим задором После Нового года мы ее тоже сразу сыграли И так обрамили Новый год Еще у нас достаточно свежая Относительно это Зощенко наш Мы его продолжаем играть У нас новая исполнительница Тоже комедия, но только уже советская Вот То есть вы так в драму не уходите Вы решили облегчить жизнь и себе И зрителям немножечко отвлечься Я думаю, что и люди же тоже ищут Какое-то позитивное настроение Все перед Новым годом же ходят С этим пресловутым новогодним настроением Вот И поэтому мы решили как бы Людям немного помочь Чтобы у них за всей суетой Была возможность как-то отвлечься Антон, цель театра не формат Это такой творческий эксперимент Необычный взгляд на привычную Там ту же классику Расскажите, пожалуйста В чем вот это экспериментаторство Заключается в новом году Вот в наступившем уже сейчас Ну, сейчас мы работаем над пластическо-танцевальной вещью Вот, которая основывается на древнегреческих мифах Ух, ничего себе Но мы не пересказываем древнегреческие мифы Мы взяли одного персонажа этих мифов И через него пытаемся понять проблему современного человека В отношениях, в любви и так далее Вот этого закрутили О, да Как бы маханули То есть вот такая идея появилась Мы репетировали, что-то пробовали танцевальное свое И вот идея пошла, пошла, пошла И пошла ассоциация Параллели какие-то И мы решили такую аллюзию сделать Так сказать На древнегреческого персонажа И при этом через него вывести современного человека С его какими-то страхами Сомнениями Какими-то неполучалками в семейной жизни, в отношениях и так далее И почему это происходит И как он с этим справляется Вот такой эксперимент А зачем вы используете такие формы? Мы, зрители, вообще к этому готовы? Может быть, нам что попроще? А вот как бы я как раз и люблю Я не люблю давать сразу максимум Это не будет непонятно Я как раз перекидываю мостик Там не будет чисто балет или чисто пластика Там будет какая-то такая легкая клоунада Очень понятная человеку Сначала легенькая, потом сложнее и сложнее Потому что, мне кажется Ну вот у нас был танцевальный спектакль Жизели Который был такой масштабный наш проект И мы боялись, что зритель нас не поймет И, может быть, ну мы думали, мы выпустим Но не пойдет, не пойдет А зритель шел очень хорошо И очень хорошо трактовал сюжет И пересказывал нам И даже находил какие-то новые глубины Которые, возможно, мы сами не сразу заметили Поэтому как бы, ну, предпосылки есть Вот, и зритель как бы для этого есть И я думаю, что наш зритель, неформатовский Как раз уже готов к этому А вы уже за время работы За свой опыт Вам позволяет выстроить вот эту цепочку Эту взаимосвязь между стимулом вашим Который вы даете зрителю И их реакцией То есть вы можете предугадать, что будет интересно С чем стоит повременить Или немножечко видоизменить Да, плюс-минус, да, конечно Все равно есть процент риска Потому что если всегда оставаться в зоне комфорта Где я точно уверен, что они отреагируют положительно Значит мы остановимся, сядем на стульчик И никуда расти не будем Мы все равно должны куда-то двигаться Даже если это рановато и не пойдет сейчас Мы всегда имеем возможность исправить Потому что спектакль живой организм В него можно вносить какие-то нюансы Которые его только сделают лучше Или понятнее, или интереснее А вы авторитарный режиссер? Или позволяете людям вмешиваться в творческий процесс? Я настаиваю на то, чтобы люди вмешивались в творческий процесс Я за то, что понятно, что я капитан корабля Но корабль не поплывет с одним капитаном Там слишком много дел И чем сильнее люди включаются именно творчески А не как исполнители Тем мне интереснее Потому что мое мышление Это только мое мышление Я всего лишь один человек А команда И когда есть куча новых мыслей дополнительных Которые улучшат эту историю Это всегда лучше Я не за то, чтобы проявить только себя Я за то, чтобы это была общая история А самый смелый творческий эксперимент Ваш как режиссер? О, самый смелый Вот когда вы прям была-не была? Ну вот Жизель это была-не была Потому что мы еще назвали это хоррор-балет И как бы замахнулись Обозначили Ну современный хоррор-балет Мы оговорились, что это контемпорари Вот И мы замахнулись Непрофессиональные танцоры вроде как На то, что нас могут наши профессиональные коллеги Закидать камнями Или зрителям может отпугнуть это слово И так далее И это был, конечно, такой серьезный эксперимент И вот у нас спектакль «Туман в Сан-Антонио» Где мы соединили драму С танцами При этом я перемешал много рассказов о Генри И все привыкли, что Генри очень веселый писатель А мы взяли самые трагичные и мрачные его рассказы И получился тоже такой философский ужастик И мы боялись, что тоже зритель не воспримет Ну то есть было такое опасение Что будет такой для избранных как бы спектакль Но, к счастью, они не оправдались Зритель хорошо воспринял Каждый видит свое Каждый Мы его вот играем То есть вот это, наверное, был самый из последних Такой самый экспериментальный эксперимент Когда соедините танец и рассказы Причем в очень сложном преподнесении Надо сказать, что помимо того, что вы режиссер театра «Неформат» Вы еще и актер театра драмы Ини Кольцова Расскажите, пожалуйста, какие там новости Где вас можно видеть? Из последних это «История одного преступления» Там я играю Столыпина Государственного деятеля нашего, так сказать Говорят, что портретное сходство на лицо Хотя я думаю, что это просто магия грима Мне всегда говорят, что ты так похож Я говорю, да ну вообще Это, мне кажется, самый лучший комплимент для актера Ну да, приятно, но хотя мы с ним совсем не похожи История любопытная Поэтому я рекомендую посмотреть Сейчас начались репетиции нового спектакля Современная пьеса «Сережа очень тупой» Премьера будет по весне в марте Я там играю, собственно говоря, тупого Сережу Главная роль? История тоже философская Мне кажется, жизненная Не знаю, куда мы выведем еще с режиссером Потому что процесс репетиционный идет Но я думаю, что каждый там найдет Какой-то звоночек для себя Она и острая Про то, как дальше жить Про наши цели, про наши задачи И какой, наверное, путь избрать Я думаю Это современная пьеса Это современная пьеса Она написана в 17-м году Вот буквально, можно сказать, недавно Даниловым И с таким, с легкой долей абсурда Поэтому мы сейчас еще и в абсурд чуть-чуть падаем Ну такая, любопытная работа Ищите баланс Да Скажите, пожалуйста, интереснее, гармоничнее И вообще вам больше нравится работать Вот именно с современными пьесами Или когда это классика Когда это такая личность государственного масштаба Как Столыпин Где гармоничней? Мне, честно говоря, периодами Вот, например, сейчас у меня Вот мне хотелось бы подальше Пораньше Мне хотелось бы куда-то больше в классику нырять И поэтому, возможно, меня аж занесло До Древней Греции Немножечко не притормозил Вот Был год, когда я искал только современные пьесы Или сам писал Или мы что-то сочиняли И мне хотелось, чтобы это было здесь и сейчас Про современных людей В современной одежде Это разные периоды И, ну, внутренне я чувствую себя комфортно И там, и там Вот Поэтому большой, как бы, технической разницы нет Эмоционально сейчас хотелось бы быть немного В прошлых веках Слушай, ну вы счастливый человек Вы можете себе позволить выбирать Образ и время Ну, да, благодаря информату могу позволить, как бы Где я Вот Художественный руководитель Поэтому, да А насколько сложно подчиняться другому режиссеру Будучи самому режиссеру Вообще не сложно Я думал, что будет в этом проблема Когда-то, когда неформат еще только начинался Но на самом деле Если ты очень четко Понимаешь свою задачу Потому что, ну, вот, как я говорю Капитан корабля Если ты понимаешь, кто капитан А какая твоя часть Очень несложно отдать человеку Бразды правления А с течением времени Я даже рад отдавать эти бразды Потому что я Немного отдыхаю В какой-то степени Все равно режиссер, он думает О большем количестве разных вещей Ему надо предугадать Большую, общую картину И так далее Актеру все-таки Сфокусироваться Сфокусироваться на конкретике Поэтому, как бы Я рад быть иногда актером И был бы рад Поработать с большим количеством режиссеров Новых, интересных Поэтому я за всегда Отлично Спасибо большое вам за сегодняшний визит Очень хочется вас уже увидеть И в роли Столыпина И в роли Сережи И, конечно, посетить постановки Театра Неформата Спасибо большое за сегодняшний визит Спасибо Напомню, на студии был Антон Тимофеев Актер, режиссер, постановщик Театра Неформата Утренний эфир продолжается